Божество 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Культура Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Культура 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 Дославятся в молитве дом, Отец и Сын идут святой. Аминь. 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 Мин фас валяем. Мин фас валяем. Аминь. Мин фас валяем. Мин фас валяем. Мин фас валяем. Мин фас валяем. Аминь. Мин фас валяем. 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 Аминь, 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 аминь. Мы воздаем Тебе славу. Господь, мы воздаем Тебе всю славу. Аллилуйя! 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 Дорогая церковь, я хочу приветствовать вас. Добро-добро пожаловать на конференцию «Расширь Царствие Божье». И я рад, потому что вы здесь. Я рад, потому что Бог имеет сегодня для нас место своей встречи. Царь славы, царь величия. Он сегодня здесь, потому что Он сказал, если вы собираетесь в Мое имя, если вы собираетесь с верой в своем сердце, и если я найду в вашем сердце жажду, я обязательно буду последить, чтобы принести на землю Мое Царство. Аллилуйя! Несколько слов хочу поделиться о сути нашей конференции. Мы назвали ее «Expand the Kingdom». Это название, я не думаю, что оно произошло, потому что мы искали крутое какое-то название. Мне кажется, это название родилось, потому что мы пытались услышать небо. И сегодня, когда я прислушаюсь к небу, не кажется, я слышу только одно послание. Я думаю, что я слышу только одно послание. Один призыв. Одно повеление. И оно звучит примерно так. И это звучит примерно так. Расширяйте Мое Царствие. Expand My Kingdom. На земле есть голод Моего Царствия. Второе, когда я смотрю на людей. Погибающих грехам. Бедных нищих. Обездоленных судьбой. Находящихся в плену. Мне кажется, я слышу тот же голос. Здесь нет Божьего Царства. Кто-нибудь. Кто-нибудь. Кто-нибудь, кто это может сделать. Кто-нибудь, кто это может сделать. Принесите Его Царство. Bring His Kingdom. Мою жизнь кричат к нам соседи наши. Принесите Его Царство. Bring His Kingdom. Поэтому название этой конференции расширяется Царство. And for that reason, the name of the conference is Expand the Kingdom. Если в этом зале кто-нибудь, кто слышит этот голос. Is there anyone here that hears that voice? Слава Иисусу. Praise Jesus. Но расширить Царство. But to expand the Kingdom. Это нужно войти на территорию тьмы. Это шагнуть на территорию плоти. Это шагнуть там, где контролирует дьявол. Вытеснуть оттуда. Если нужно, выбить духовным сражением. And in a spiritual battle, gain victory. Преодолеть все препятствия. Overcome all obstacles. И насадить там. And plant there. Царствие Господа нашего Иисуса Христа. The Kingdom of our Lord Jesus Christ. И для этого, для этого, друзья. And for that reason, friends. Бог создал свою церковь. God created His church. Иисус сказал, Я создам мою церковь. Jesus said, Я создам мою церковь. Вот почему церковь Иисуса. For that reason, the church of Jesus. Она сильнее всего. It is more powerful than anything else. Славнее всего. It is greater than anything else. Обладающая самой потрясающей силой. And it has the most tremendous power. Вот почему церковь на земле обладает самой большой выносливостью. That is why the church on earth, it has the power to persevere. Ее невозможно сломать. You cannot break it. Ее невозможно остановить. You cannot stop it. Потому что она имеет задание от Бога. Because the church has a commission. Распространять его церковь. To expand the kingdom. Hallelujah. Церковь Иисуса. Church of Jesus. Друзья, Его церковь. Friends, His church. Это не здание. It is a name. Это даже не толпа. It is not just a crowd or a name. Это люди. These are people. Божьи люди. God's people. Крещенные Духом Божьим. That are baptized by the Spirit of God. Чтобы служить друг другу. To minister to each other. Таким образом. In a way. Чтобы во всех являлся Христос. That Christ would be manifested in everyone. Hallelujah. Это организм церковь Иисуса. Это один организм. Church of Jesus is one organism. Который движется вперед. That is moving forward. Послушание. Сердца Христа. In obedience to the heart of Christ. Сегодня моя почка не просилась у меня остаться дома. My kidney asked me to stay at home today. Did not ask me. Oh, did not ask me to stay at home tonight. My liver didn't ask me to rest. Она со мной. It is with me. Она в теле. It is in the body. Так и тело Иисус. Все вместе движется. Отвечая на слово Господа нашего. Иисуса Христа. Об этом эта конференция. Об этом мечта Бога. Это призыв звучащий с земли. That is the call that we hear. И поэтому говорю вам. For that reason I say to you. Добро пожаловать. Welcome. На конференцию. To the conference. Expand the kingdom. Expand the kingdom. Hallelujah. Hallelujah. А сейчас, друзья. All right now, friends. Это наше время. This is our time. Возвысить наш голос. To raise our voice. Коснуться сердца Бога. To touch the heart of God. Твоей верой. Твоей жаждой. With your thirst. И Твоей любовью. And with your love. Сделать Ему сегодня место. To make a place for Him today. Ответить своей любовью на Него. To answer with your love to His. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Yeah Jesus 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 Я к престолу Тебе поклонюсь, Как ангелы в небе с ними воскликнут. Святый, 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 лишь Ты, Бог. И сердцу не вместить всю силу, что носит имя Твое, Бог. Святый, 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 лишь Ты. Ты святый, Ты святый Бог. Нет подобного. Бегу я к престолу, к Тебе, Бог, к единому. Ты святый, великий, я сердце пред Тобой склоню. Бегу я к престолу, к Тебе, Бог, к единому. Ты святый, великий, я сердце пред Тобой склоню. Тебе поклонюсь, как ангелы в небе с ними воскликнут. Святый, 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 лишь Ты, Бог. И сердце не вместить всю силу, что носит имя Твое, Бог. Святый, 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 лишь Ты. Святый, святый, есть, святый, здесь, святый. Тебе поклонюсь, как ангелы в небе, с ними воскликну. Святый, 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 лишь ты, и сердце не вместит то силу, что носит имя Твое Бог, святый, 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 лишь ты. Come on, church. We're going to proclaim that one more time. Тебе поклонюсь, как ангелы в небе, с ними воскликну. И сердце не вместит то силу, что носит имя Твое Бог, святый, 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 лишь ты. И сердце не вместит то силу, что носит имя Твое Бог, святый, 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 лишь ты. Женней, воскликнувшись. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, 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 Иисус. Иисус, 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 Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, 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 Иисус. Иисус, 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 Иисус. Иисус, 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 Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Worthy is your name Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, we thank you for tonight. Father, we thank you for the opportunity to be in your house. And church, as we were just singing this song, I just felt it so heavy on my spirit to express my worship to the Lord, not just in words, but even physically. To bow my heart before Him and to somehow show it. And right now I just really feel like we're gonna sing this one more time. And they say that it's a universal sign of surrender when you lift up your hands to somebody. And today in worship, I just want to declare the worthiness of Jesus by saying, God, you are worthy that I would surrender my entire life to you, Jesus. Because you laid your life down for me. And if you feel it on your heart today, bow down before Him, get on your knees and express your worship to the one who is worthy, to the one who shed His blood for you, to the one who broke every power of darkness that stood over you, to the one who hung on the cross until His last breath was taken and He released His spirit, was resurrected from the dead to give us life. And worthy is your name, Jesus, you deserve the praise, worthy is your name, and worthy is your name, Jesus. You deserve the praise, worthy is your name, and worthy is your name, Jesus. You deserve the praise, worthy is your name, and worthy is your name, Jesus. You deserve the praise, worthy is your name, and worthy is your name, Jesus. You deserve the praise, you deserve the praise, you deserve the praise, worthy is your name, and worthy is your name, Jesus. Hallelujah. 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 We thank you, Jesus. We love you, Jesus. We cannot live without you, Jesus. Our heart and our spirit longs for your presence, Jesus. We need that daily encounter with you, Jesus. And today, Lord, we just pray, Father, let your kingdom come and your will be done in this service. Let your presence move freely. Let your spirit search our hearts openly, God, because in your presence, we want to encounter you, Jesus. We want to know you, Jesus. We want to see your face and your glory today and to know who you are, God. We want to be a church that doesn't just see your hand move. We want to be a church that knows you personally, God. A church that resembles your character, Jesus, your divine nature, Father, your goodness, your love, your graciousness, your mercy, Father. Let that be the character of our church, that we would be the moving, breathing, living body of Jesus here on earth, that we would be a blessing to the nations, that we would draw people to the throne of God by the way that we speak, by the way that we act, by the clothes that we wear, by the words that we lavish upon people with encouragement and love and devotion, as we intercede and pray for people, God, as we share the truth in love and in kindness, even as we rebuke those who are in need. Holy Spirit, tonight we give you permission to do as you wish in our hearts, Father, to move things around, to convict us where it is needed, Holy Spirit, to break us free from the bondages that are holding us back today. We give you permission, God, to plant mighty truths and revelation in our heart, that we just grow and bear fruit in our life, Jesus. And we devote our life to you, Jesus. We want to honor and serve you in everything that we do, Jesus, because you are worthy. In his mighty name we pray. And the church said, amen, amen. Let's give God some praise, church. Didn't our worship team do an amazing job tonight? Hallelujah. God is good. God is good. I'd like to just start off by once again welcoming all of you to the first official Light of the Gospel conference. We're really excited for this. Who's excited? If you're excited, just look around. Look who's sitting next to you. Go ahead and welcome them. Give them a warm welcome. Say, I'm excited to be here. 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 When you walked in, you were handed one of these brochures. And what you'll notice on it is in the front, it has the title of the conference. It says, expand the kingdom conference. It's going to have a brief little breakdown of the theme and topic for the evening. And on the back, you'll go ahead and see a nice section for notes as well as the speaker for the night. Let's go ahead and take them out and look at the front. And we're just going to read together what tonight's topic is. Today's topic in the Expand the Kingdom conference is community. Community means that we are God's people created to function as one body by empowering one another to serve in the kingdom calling with our unique gifts and by the glory of Christ. Community means that as one unit, we are consistently leading people to Christ, growing people in Christ, and equipping people for Christ. Community means that the word community means that we are God's people created to function as one body by empowering one another to serve in the kingdom of Christ. And finally, we'd like to introduce our speaker for tonight. And it's going to be Pastor Pavel Taranov. Pastor Pavel has been a pastor for over 26 years at the Word of Life Church in Russia in the city of Saratov. He teaches Bible courses in Russia and also abroad and conducts seminars about growth both in churches and in home groups. Pastor Pavel received a call from God to become not just a leader himself, but a person who lifts up and trains other leaders as well. And now we'd like to introduce our speaker today, Pastor Pavel Taranov, who has more than 26 years at the Word of Life Church in Russia in the city of Saratov. He also teaches biblical courses in Russia and abroad and does seminars about growth in church and family groups in the community. Pastor Pavel received a call from God to become not just a leader, but a person who lifts up and trains other leaders. And I believe that the kingdom of God will indeed be expanded. Amen. Amen. Praise Jesus. And you know, I believe that the Lord speaks to our hearts. In any of the situations, God speaks to us in church. He speaks to us in just everyday situations. And at one point, I encountered one of my old friends. I haven't seen him for quite a long time. And so I see him. And he became younger, he became fitter. And I asked him, what happened to you? And he told me his story. And he told me his story. He said that he got up in the morning one time. And he was in a hurry to get to work. And he was in a hurry to get to work. And he was running late. He was running late. He walked up to his car. And he understood that he forgot his keys at home. And he understood that he forgot his keys at home. And it happens in Russia quite a lot. And he remembered that he forgot the keys. Разворачивается и бегом домой. And he turns around and he runs back home. Забегает на четвертый этаж. He runs up to the fourth floor. Входит в дом. He enters his house. И говорит, и тут он почувствовал, что умирает. And then he said he felt that he was dying. Сердце бьется, как у сумасшедшего. He said that his heart was beating crazy. He couldn't breathe. He couldn't take a breath. И он говорит, я понял, что-то не так со мной. He said, I understood that something is wrong with me. Что-то случилось. Something happened. Что-то нужно поменять в своих привычках. That I need to change something in my habits. Он говорит, я бегал по этой лестнице много раз. He said, and so I ran up those stairs many times. Но здесь я понял, что-то я начал упускать. But here I understood something that I missed before. И тогда он принял решение. And then he made a decision. Стать активнее. Больше двигаться. Что-то поменять в своей диете. Изменить свои привычки. И что-то поменялось. Знаете, тогда я подумал, что с нашим духовным здоровьем иной раз происходит то же самое. Друзья, сегодня мы не о нашем физическом здоровье. Но с нашим духовным здоровьем иногда происходит то же самое. Вдруг какой-то момент начинает говорить тебе, что что-то упускается, что-то уходит из жизни. There is a moment that you encounter where it speaks to you saying that you are missing something from your life. Вдруг ты сталкиваешься с человеком, не посещающим церковь. Maybe you encounter a person that doesn't go to church. Просто неожиданно. Just unexпatically. Вдруг ты узнаешь, твой случайный знакомый не посещает церковь. Or maybe you find out that one of your acquaintances is not going to church. Ты хочешь рассказать ему о Христе. And you want to tell him about Christ. А понимаешь, что внутри как будто нет силы, нет энергии. But you understand that inside you are lacking that power, that energy. Вдруг пришло желание молиться. Maybe you have a desire to pray. И ты понимаешь, что как будто нет внутренней энергии. Yet you understand that within you there is no energy. В воскресенье утром просыпаешься. You wake up on Sunday morning. Собираешься идти в церковь. You get ready for church. И вдруг ловишь себя на мысли, что это так тяжело сделать. And then you catch a thought thinking how difficult this process is. Приходишь в воскресенье на собрание. And maybe you come to the church. Начинается поклонение, прославление. And worship starts. И вдруг ты как будто духовно обременен. Это так тяжело. And all of a sudden you feel like you have that baggage with you, that you feel that you are just so heavy. Знаете, все это признаки нашего духовного здоровья. You know, these are all symptoms of our spiritual health. Что-то надо поменять. That we need to change something. Что-то происходит. That something is happening. Давайте мы прочитаем послание к евреям. We will read from Hebrews. 10 глава. Chapter 10. 23-24 стихи. We will read verses 23 and 24. Итак, апостол говорит. And here, апостол says. Будем внимательны друг к другу. Let us, and he says here, let us hold fast. Поощряя один другого к любви и добрым делам. He said, and let us consider how much to stimulate one another to love and good deeds. Не станем же оставлять собраний наших, как это у некоторых вошло в привычку. He said, not forsaking our own assembling together as is the habit of some. Ведь мы должны ободрять друг друга. But encouraging one another. Тем больше мы нуждаемся в этом, чем ближе становимся, как и сами видите вы, день Господень. And so all the more as you see the day drawing near. Знаете, интересно, апостол говорит, обращается к нам, верующим. And you know, it's interesting when апостол speaks, he's speaking to us, believers. Он говорит, давайте сфокусируемся на духовных вещах. He tells us, let us focus on the spiritual. Давайте позаботимся о нашем духовном здоровье. Let us take care of our spiritual health. И не будем оставлять собрания, let us not leave behind our assembling together, как у некоторых вошло в привычку. As some are in the habit of doing already. И тогда вопрос, друзья, а почему верующие начинают пропускать собрания? But then that raises a question, why do believers start missing services or gatherings? What's the problem? What's the problem? What's the problem? What prevents a person? What stops a person? What's the problem? What's the problem? What prevents a person? What stops a person? Here the person turned to God. He was born again. Наполнен жизнью, энергией. He was filled with energy and life. Поклоняется Богу. He was worshiping God. Bежит в церковь. Runs to church. А потом проходит какое-то время. Как у моего знакомого. Ему перевалило за 40. И вот он уже не в состоянии подняться на четвертый этаж. And all of a sudden now he's unable to go up to the fourth floor. Но так не было, когда ему было 14. Знаете, то же самое с нашим духовным здоровьем. Апостол говорит. Не оставляйте собрания своего. И, конечно, я думаю, вы слышали уже это местописание. А можно увидеть, кто из вас уже слышал это местописание? Знаете, я должен пояснить нечто. Речь не идет о том, чтобы не переходить из одной церкви в другую церковь. Вы со мной сегодня? Друзья, апостол здесь не говорит, что не переходите из одной церкви в другую церковь. Это другой вопрос и тема другой конференции. Но здесь, когда апостол пишет это послание, он воспринимал всех жителей одного города как жителей, как членов одной церкви. Я верю, вы понимаете это. Но когда он здесь говорит, не оставляйте собрания своего, то речь идет именно о общении в малой группе. Именно в небольшом собрании. Там, где возникает именно общение. Итак, люди могли посещать воскресное собрание. или как это было в Иерусалимской церкви в субботу, они шли в храм и молились вместе со всеми иудеями. Но потом они собирались по домам и вместе исповедовали веру в Иисуса Христа и принимали причастие. И именно это делало их христианам. И здесь апостол говорит, у некоторых стала появляться привычка пропускать собрания. Итак, еще раз, друзья, почему? Я прочитаю еще раз 23 стих. Чтобы мы почувствовали контекст этого. Будем внимательны друг к другу. Поощряя один другого к любви и добрым делам. не станем же оставлять собрание наше. То есть, о чем идет речь? Что верующий оставляет собрание, потому что перестает быть внимательным к своим братьям и сестрам. Я не знаю, насколько вы понимаете сейчас, о чем идет речь. То есть, апостол говорит, когда я перестаю быть внимательным к своим братьям и сестрам, мне становится неинтересно с ними встречаться. И знаете, посмотрите, и люди говорят, у меня нет времени. я слишком занят. Вот здесь мы уже несколько дней общаемся с верующими. И я уже много раз слышал, пастор, ты не совсем понимаешь, тут в Америке такая тяжелая жизнь. Тут все работают с утра до вечера. Это в России, у вас там все легко и просто. Вы там все отдыхаете, у вас много времени, а мы здесь, в Америке, просто страдаем страшно. Тут капитализм нас эксплуатирует, и мы целыми днями работаем. Ну, так я слышу. Ну, не знаю, насколько это правда или нет. Но, друзья, всякий раз, когда мы говорим, у меня нет времени на что-то, это не вопрос времени. Давайте назовем вещи своими именами. Я не считаю что-то достаточно важным, чтобы уделять этому времени. Вы согласны со мной? Друзья, всякий раз, когда мы говорим, у меня нет времени, по сути дела, мы имеем в виду, я не считаю это достаточно важным, чтобы уделять этому время. Знаете, почему еще люди начинают пропускать собрания и не участвуют в собрании? Человек говорит, я прихожу на домашнюю группу, на малую группу, но ничего там не получаю. Чувствую, что зря потрачено время. Вот собрались на домашнюю группу в четверг вечером, в семь часов начала, собрались, помолились, поговорили, почитали Писание, еще помолились. Прошло время, я вышел и думаю, но почему я не мог все это сделать дома? Просто зря потраченный вечер. Но, давайте, можно честный вопрос? Вы когда-нибудь испытывали такое чувство, придя на собрание домашней группы, малой группы? И выйдя с него, почувствовав, как будто зря потерял время? Кто-нибудь чувствовал что-то подобное? Но, конечно, я не ожидаю, что сейчас, знаете, все по нему другу точно. Да, так я чувствую. Знаете, вопрос может быть, когда мы сами себе честно отвечаем. А бывало ли в моей жизни так? У тебя какие-то дела, планы? Завтра с утра на работу? И вот вечер, который можно было провести по-другому? Ты провел его в общении с верующими? А потом вышел с чувством потерянного времени? Но, или давайте еще, может быть, более личный и глубокий вопрос. Может быть, найдутся смелые люди, которые скажут, да, со мной такое происходит. Знаете, человек говорит, мне не интересно на домашнюю группу ходить, потому что этот брат так раздражает меня. Ну, просто невозможно. Я уже не могу его видеть. Я больше нагрешусь, чем пользы будет. Друзья, скажите, я понимаю, мы все верующие, мы любим Бога и любим ближнего. Но разве так не бывает, что кто-то вдруг начинает активно тебя раздражать? Кто-то может поднять руку? Есть честные люди. Но спасибо за эти немногие руки, но знаете, в чем правда? Правда в том, что иногда мы сами себя обманываем. Но я могу с полной уверенностью сказать, что у каждого здесь присутствующего есть люди, которые, скажем так, не вдохновляют тебя и побуждают тебя к тому, чтобы упражняться в прощении, в любви. И знаете, в чем проблема? Если мы возвращаемся к домашней группе и к малому собранию, почему люди начинают пропускать собрания? Вовсе не из-за того, что у них нет времени. Вовсе не из-за того, что они ничего не получают на домашнем собрании. И даже не из-за того, что их кто-то раздражает. Знаете, люди начинают пропускать собрания. Потому что перестают собираться во имя Иисуса Христа. Друзья, вот ключевая ключевая причина. Собрание во имя Иисуса Христа. Я не знаю, может быть, звучит, знаете, такая общая фраза. Но, друзья, в этом смысл. Когда мы собираемся во имя Иисуса, что Иисус обещает, Он говорит, Я буду посреди вас. И причина, почему мы не испытываем Его сверхъестественного присутствия, Его жизни в наших домашних группах, причина только одна. Мы не собираемся во имя Его. Мы можем встречаться с друзьями. Можем хорошо проводить время. Можем общаться друг с другом. Но это не значит собираться во имя Иисуса. Не знаю, может быть, я радикально сейчас заявляю, и кто-то будет не согласен со мной. Но просто давайте подумаем немного об этом. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Давайте мы откроем еще первое послание Коринфянам, 11 глава. Let us open 1 Corinthians chapter 11. We will read from verse 17. Chapter 11, verse 17. But in giving this instruction, I do not praise you because you come together not for the better, but for the worse. For in the first place when you come together as a church, I hear that divisions exist among you, and in part I believe it. Смотрите, апостол Павел прямо говорит, когда вы собираетесь в своих домах, собираетесь как церковь, то не всегда ваши собрания созидают вас, а иногда, наоборот, приносят вред. Здесь он прямо говорит Коринфянам, церковь, что когда вы собираетесь в своих домах, то это не всегда является собранием во имя Иисуса. Мы можем читать дальше эту главу, но апостол Павел говорит здесь следующие вещи, что иногда домашние собрания могут приносить вред, по двум причинам. Первое, выделяет апостол Павел, он говорит, во-первых, потому что когда вы собираетесь, вы много спорите, понимаете, о чем речь? А знаете, почему возникают споры? А споры возникают, когда я не вижу Иисуса Христа в своих братьях и сестрах, а вижу плотского человека, когда я фокусируюсь не на Иисусе Христе в своих братьях и сестрах, а на человеческих идеях. И вот тут я думаю, что всякий раз, когда мы попадаем в такое собрание, мы что-то спорили, доказывали, говорили, а потом ты выходишь из этого собрания и как будто опустошен внутренне. Хотя вроде и спор был вокруг Писания, был по Библии, но он не был вокруг Христа. И апостол Павел говорит, я слышу о том, что вы слишком много спорите. И дальше он продолжает. Следующая причина, когда вы собираетесь вместе, это не является собранием во имя Христа. Потому что каждый из вас прежде других пытается есть свою пищу. Что это значит? Конечно, речь идет непосредственно о реальной пище. И мы были здесь на домашней группе. И там такой стол был. Мне кажется, еще 10 домашних групп могли наесться. Знаете, я понял, что здесь с этим все хорошо. но, друзья, когда апостол Павел говорит, в этом есть духовный смысл. Это не просто пища, которую мы кушаем. Это духовная пища. то есть, посмотрите, мы приходим на домашнюю группу, и я хочу для себя что-то получить, что-то узнать, расслабиться, отдохнуть, как-то хорошо провести время, и не думая о других людях. И апостол Павел говорит, тогда это не является собранием во имя Иисуса Христа. То есть, друзья, если мы полны эгоизма и думаем только о себе, эти собрания нас не созидают, вы понимаете, о чем речь? В принципе, я назвал эту проповедь «Свет или краски». Но я должен был вначале сказать название. Но ничего страшного, если в середине. Но обычно после медиаслужения спрашивают, а какое название проповедь? Название такое «Свет или краски». Хорошее название. Знаете, я уверовал, обратился к Богу в 18 лет. Мои родители не были верующие, и во всем моем окружении не было верующих. Это был 90-й год. В нашей стране в принципе все были атеисты. Но пришло время, люди начинали задумываться. Я учился в университете на физическом факультете. И вот на одной из лекций это курс был оптика. Профессор рассказывал о удивительных свойствах света. Как свет движется. О всех таких чудесных закономерностях. и он исчертил всю доску в аудитории. И когда он закончил свою лекцию, он показал на доску и говорит, посмотрите, вот это чудеса. А то, что делают экстрасенсы. Да, экстрасенсы. Нет такого слова. Ладно. Оставим их. Знаете, когда он сказал эту фразу, вот это настоящие чудеса, мысль пронзила меня. Ведь физики только открыли закономерности света. А кто-то же создал. и как понять, кто создал это. И ясно, что учеба в университете мне не поможет. И вот тогда было мое первое, знаете, такой серьезный шаг, чтобы начать искать Господа. Я пошел в православную церковь и крестился. потому что это то, что я мог видеть перед глазами. Вот церковь, если я хочу как-то налавить отношения с Богом, я пошел в православную церковь. Но здесь я тогда остановлюсь и вернемся к свету. Друзья, вы верите, что Бог создал мир, который мы с вами можем созерцать? Создал Его законы. И через рассматривание Божественного творения мы что-то можем понять относительно Бога. Мы можем понять Его замысел. Скажите, кто из вас вы рисовали когда-то акварельными красками? Был такой опыт? Акварельные краски. Ты берешь кисточку, макаешь в воду, потом в краску желтую, рисуешь что-то на листе, на белом листе бумаги. Потом споласкиваешь кисточку в красную краску. Еще что-то рисуешь. Потом в синюю краску. Помните этот процесс? Знаете, я помню из детства, что всегда происходило. Я всегда торопился, и кисточку не очень хорошо полоскал в воде. Поэтому кисточка еще оставалась в желтой краске, а я макал уже ее в красную, а потом опять вполаскивал, но там остатки красной краски оставались. И тогда я макал в синюю, а потом в зеленую, и пытался что-то рисовать, понимал, что что-то идет не так, пытался исправить, активнее макал в одну краску, в другую, в третью. Кто знает, что получалось? почему-то все краски становились одним цветом. И рисунок на белом листе бумаги становился все больше одним цветом. Кстати, кто знает, какой цвет получается? Здесь есть художники? Кто знает, какой цвет получается? Вы понимаете, в чем проблема? Даже не серый, и не коричневый, и не черный, а получается грязный, неприятный цвет. Он вообще некрасивый. получается просто грязь на листе бумаги и в самих красках. Чтобы было красиво, надо знать, как смешивать краски. Делать это очень аккуратно, тщательно, держаться на расстоянии от других красок, потому что всякий раз, когда ты сближаешься с другими красками, знаете, что происходит? Грязь поднимается в твоем сердце. Вот два человека, парень и девушка, встретили друг друга. Они так счастливы, что встретили друг друга. Они идут под венец, они обещают любить друг друга, они счастливы, что они вместе. И вот они оказываются вместе. Они сблизились. А еще теща пришла, помогла. А еще подружка пришла, помогла. Еще кто-то добавил краски. Вы знаете, что происходит? вся грязь начинает подниматься. И тогда люди делают вывод, делают страшный вывод. Надо держаться подальше от других людей, чтобы эта грязь не поднималась. Надо держаться подальше. И знаете, что я увидел? Чем старше люди становятся, тем осторожнее в том, как они общаются с другими. Они научились. Но, знаете, это учеба без Духа Святого. Это плотской опыт. И теперь посмотрите другая история. свет. Чем отличается от красок? Знаете, свет играет своими вот этими красивыми лучами тогда, когда темно, во тьме. Краски во тьме все серые. Краски имеют смысл только на белой бумаге в светлом помещении. Но свет во тьме светит. И вот сейчас, если, знаете, вернуться к урокам физики, к школьной программе физики, что происходит со светом? если смешать красный свет, зеленый, желтый, синий, если просто смешать беспорядочно, просто взять и смешать разные потоки света, в темной комнате, что получится? кто помнит физику? Что получится? Аллилуйя! Получится белый свет. Чем больше потоки света смешиваются, тем более яркий белый свет получается. я верю, что Бог вложил свой замысел в творение. Удивительно, когда свет смешивается, он становится белым. Он все освещает. Знаете, свет невозможно смешать так, чтобы получился какой-то грязный неприятный оттенок. Как бы световые потоки не смешивали, всегда получается красиво. Вы знали об этом? Знаете, и тогда мы должны задать сегодня вопрос себе. Хорошо, а кто я? Я краски или свет? Что говорит Писание? Кем мы являемся? Иисус говорит вы свет миру? Друзья, не краски. Мы не те, кто пытаемся как-то раскрасить мир, приукрасить его. Друзья, нет, мы свет миру. В чем принципиальная разница между красками и светом? Посмотрите, свет несет энергию в себе. Какой бы поток света не был, он всегда несет энергию. Но ни одна краска не несет в себе энергии. Краска только отражает. Вы понимаете? Иисус говорит, язычники, не знающие Бога, они живут только отражая поведение других людей. Так с красками происходит. Иисус говорит, язычники приветствуют тех, кто их приветствует, враждуют с теми, кто с ним враждует. Но у вас так, да не будет. Вы несите свою энергию, говорит Христос. Вы прощаете ваших должников. Вы благословляете врагов. Вы не поступаете просто реагируя на мир, реагируя на людей вокруг. Вы не просто реагируете к людьм, реагируете вокруг Вы несите свой смысл. И вы знаете, правда заключается в том, если мы принимаем решение нести этот свет и собираемся вместе, тогда Иисус пребывает среди нас. И тогда мы начинаем играть всеми цветами радуги. Мы начинаем усиливать и дополнять друг друга. И когда мы разные собираемся вместе, с разным призванием, с разным предназначением, мы освящаемся, мы становимся белыми, чистота приходит, когда мы в этом общении. И так апостол говорит, будьте внимательны друг к другу. Поощряйте друг друга к любви и добрым делам. То есть неси эту энергию в жизнь других людей. И когда ты начинаешь отдавать, тогда жизнь начинает наполнять себя. Друзья, это удивительный принцип. Вот человек, у которого нет энергии, нет силы, он устает на работе, ему тяжело, но вдруг он принимает решение пойти в фитнес-клуб, бегать на дорожке, делать физические упражнения, и вдруг энергии становится больше. Друзья, что происходит? Бог устроил мир так, когда мы отдаем, мы больше получаем. Друзья, я увидел, в духовном мире этот принцип работает очень сильно. Если я прихожу в домашнюю группу отдавать, служить другим, я всегда получаю гораздо больше. знаю, тогда мы должны принять это решение. Кто я? Краски? Или свет? Или я light? Вот я прихожу на домашнюю группу. И кто-то меня раздражает. Может быть такое? Может быть. Спасибо за честность. Но если я краска, я буду отражать поведение другого человека и раздражаться. Если я свет, я знаю, что я призван влиять. Я буду думать, хорошо, может быть этот человек дан в мою жизнь, чтобы научиться прощать, научиться любить. Я думаю, может быть этот человек вошел в мою жизнь, чтобы меня научиться в какую домашнюю группу вы пойдете? Если вдруг на этой конференции вы поймете, что классно, я хотел бы быть и служить в домашней группе. Какую домашнюю группу вы выберете? Если вы мыслите как краски, вы выберете группу с приятными людьми, которые будут вас радовать и развлекать, в общении которых вам будет хорошо, мышление красок. Вы понимаете? А что говорит Иисус? Я перефразирую Его слова. А Иисус говорит, когда ты выбираешь домашнюю группу, или когда ты собираешь к себе людей домой в свою домашнюю группу, то не приглашай людей, с которыми тебе приятно проводить время. Не приглашай людей, которые что-то тебе могут дать. Не ищи домашнюю группу, в которой ты можешь что-то получить. Но что говорит Христос? Пригласи того, кто не сможет тебе воздать. Пойди в ту домашнюю группу, где тебе ничего не могут дать. Принимай того человека, который не может тебя отблагодарить. И начинай служить своим даром. Друзья, каждый из нас здесь, в этом собрании. Апостолы пророки, евангелисты, учителя, пастыри, все мы. У каждого из нас есть свои дары. И этот дар ты можешь нести в жизнь других людей. Я верю, что вы слышите, о чем речь. Знаете, многие люди меня спрашивают. Они говорят, пастор, ну что я могу дать другим людям? У меня у самого все плохо. Молитва не идет. Библию читать неохота. На собрание себя заставляю ходить. Но нет духовной энергии. Что нужно делать? Отдавать. Человек говорит, а что я отдам? У меня ничего нет. пророк говорит, ну пойди посмотри, может быть что-то найдешь. Я скажу, друзья, что есть у каждого из нас, у каждого здесь присутствующего. Знаете, что у вас есть? У вас есть ваша духовная жизнь с Богом. Вы бы не оказались здесь на этом собрании. Если бы у вас не было духовных отношений с Богом. Итак, у нас есть переживания. У нас есть борьба. У нас есть какие-то выборы. У нас есть мысли. У нас есть какие-то идеи. В воскресенье мы слушаем проповедь. Даже если ты не можешь вспомнить, какая тема была. Ты о чем-то думал в воскресенье. так ведь или нет? Ну послушайте, сейчас вы слушаете меня вот уже 40 минут. Кто-то может быть думает о своем, но вы о чем-то думаете, слушая вот эту проповедь, вы о чем-то думаете и согласитесь со мной, то, о чем вы думаете, это уникальный ход мыслей. Уникальный ход мыслей. Никто больше в этом зале так не думает, как ты. Ни у кого больше такие ассоциации не рождаются, как у тебя. Не возникает таких вопросов. А кто-то может быть сидит и слушает и думает, ну вообще этот пастор из России вообще куда-то не туда. Друзья, и в этом смысл, в этом свет. Ты приходишь на домашнюю группу, и ты говоришь, слушайте, был я на конференции, что-то я вообще ничего не понял, вообще не согласен. вообще мысль не так. И вы понимаете, если мы видим Христа друг в друге, тогда вдруг мы видим, мы говорим, послушай, брат, спасибо тебе, что ты еще раз поднимаешь эти смыслы. Мы не осуждаем, не критикуем, но мы начинаем общаться, мы начинаем говорить. и апостол Павел говорит, когда вы собираетесь вместе, у каждого из вас есть псалом, есть откровение, есть пророческий сон, есть наставление из Писания, вы что-то услышали, что-то пережили, и мы можем приносить эту жизнь друг к другу. И как только мы начинаем видеть в этом Иисуса, друзья, наша духовная энергия просто подскакивает, мы открываем для себя, насколько это сильно собираться во имя Иисуса. Аминь. Я хочу помолиться вместе с вами. Давайте мы встанем. Я верю, друзья, что всякий раз, когда мы слышим какое-то слово, Бог ждет от нас нашей личной реакции. Я предлагаю, давайте сегодня помолимся и примем это глубокое внутреннее решение. быть светом в этом мире. Быть светом друг для друга. Мы не будем избегать общения. Мы не будем убегать из собрания. Но будем общаться друг с другом, чтобы открывать Христа. Христа. Давайте мы ответим сами себе. Кто ты? Краски или свет? Я верю, Бог действует через наше решение. Небесный Отец, я благодарю Тебя за Твою жизнь, которую Ты уже вложил в наши сердца. Я благодарю Тебя за движение Духа сейчас здесь, в этой церкви, на этой конференции. Я благодарю Тебя, Господь, за Твое присутствие, помазание и силу. Спасибо Тебе, Отец, за открытые небеса сегодня. Боже, я молюсь, Господь, и я прошу Тебя сейчас, я освобождаю это помазание, Господь, принять это решение и следовать за Тобою. Отец, во имя Иисуса Христа, пожалуйста, прости нас, Господь, прости нас, Господь, когда мы мыслили эгоистично, когда мы, Боже, смотрели только на самих себя. Отец, во имя Иисуса, я молюсь сегодня, Господь, пусть это глубокое внутреннее решение придет быть светом, Господь, друг для друга. Отец, во имя Иисуса, Боже, мы молимся сейчас и мы соглашаемся перед Твоим лицом, Господь, чтобы Твоя жизнь наполняла нас, Господь, и Твое помазание. Отец, во имя Иисуса Христа, да откроются наши глаза, Господь, да познаем мы, Боже, Твою любовь и Твой замысел для каждого из нас. Отец, я молюсь во имя Иисуса Христа, чтобы это помазание было высвобожено сегодня, Господь. Боже, Твои дары, Господь, Боже, пророческие дары, дары Духа Святого, Господь, Боже, во имя Иисуса, дары служения, Отец, во имя Иисуса я молюсь сегодня, Господь, Боже, пусть эта жизнь придет, Господь, и помазание придет. Отец, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, Боже, я ходатствую сейчас, Господь, чтобы это движение Духа Святого было высвобождено, Господь, через это внутреннее решение каждого из нас. Отец, во имя Иисуса, Боже, сегодня пред Твоим лицом мы принимаем это решение, быть светом в этом мире, Господь, во имя Иисуса Христа, Боже, сегодня мы принимаем решение, Господь, пусть это помазание будет высвобождено, Господь, Боже, и Твоя жизнь будет высвобождена, Отец, во имя Иисуса я молюсь, во имя Господь, за каждого человека здесь в этом собрании. Я благодарю Тебя, Господь, за это глубокое внутреннее понимание. Я благодарю Тебя за опознание Тебя, Господь, сегодня во имя Иисуса Христа. Боже, пусть изменения и перемены придут, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Аминь, друзья. Я верю, что Бог отвечает на молитвы. И знаете, мне хотелось бы помолиться своей молитвой веры. А чтобы, закончив это собрание, что-то изменилось. Что-то по-настоящему изменилось. Я не знаю, как вы смотрите сейчас на свою жизнь, на свой духовный мир. Но я верю, что это одно из серьезных решений. Когда мы выбираем быть светом. Когда мы принимаем решение, я прихожу в домашнюю группу, чтобы служить другим. Когда ты принимаешь решение быть честным и искренним с братьями и сестрами. Когда ты принимаешь решение поощрять людей к любви и добрым делам. Через честность. Через искренность. Через понимание, что Христос в тебе. И Христос в твоих братьях и сестрах. Когда ты приходишь со своей проблемой в домашнюю группу. Ты говоришь, друзья, я запутался. Я не знаю, как поступить. Я не знаю, что делать. Я не знаю, как действовать. И ты честен и искренен. Посмотрите, что происходит. В такой группе все оживают. Вспомните собрание своей домашней группы. Когда кто-то вдруг решал сбросить маску. Перестать быть краской, просто отражая действительность. И просто честно изливал свое сердце. Пусть даже свои сомнения. Пусть даже исповедовался в грехах. Признавался в своих слабостях. Какая атмосфера вдруг возникает в группе? Атмосфера Божьего присутствия. Знаете, вдруг во всех остальных Дух Святой начинает побуждать, пророчествовать, сострадать, молиться. Что произошло? Человек через искренность побудил других к любви и добрым делам. И у каждого у нас это есть внутри. Давайте мы помолимся сейчас вместе. Молитвой веры. Чтобы развернуться. Перестать быть красками. Но стать светом. Чтобы во всякое христианское общение привносить что-то. Давайте мы скажем все вместе. Отец Бог, я прошу Тебя, услышь мое сердце. Я принимаю это решение. Быть светом. Быть благословением. для окружающих меня людей. Иисус Христос. Я избрал Тебя Своим Господом. Я избрал Тебя Своим Спасителем. И сегодня я принимаю решение служить Тебе, являть Тебя, проявлять Тебя, для других людей. Я принимаю решение быть искренним и честным с моими братьями и сестрами. Во имя Господа Иисуса Христа. С этого момента я свет этому миру. Я соль этой земли. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя за это помазание. И я запечатлеваю, Господь, ответ на эту молитву, Господь, и движение Духа Святого. Боже, я провозглашаю сейчас в молитве веры во имя Иисуса Христа изменения, Господь, в наших служениях, в наших встречах, в наших собраниях. Боже, во имя Иисуса я пророчествую, Господь, эту жизнь, Господь, во всяком общении, во всякой молитвенной встрече, Господь, во всяком собрании, Отец, во имя Иисуса Христа. Я пророчествую, Господь, движение Твоего Духа, Господь. Я пророчествую умножение даров Духа, Господь. Умножение пророческих даров, Господь. Боже, умножение, умножение, Господь, даров истолкования, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, Господь. Боже, что через это движение поднимаются апостолы, пророки, евангелисты, учителя, пастыри, Господь. Боже, дары служения высвобождаются сегодня. Отец, во имя Иисуса Христа, именем Твоим, Господь. Боже, я высвобождаю это благословение, Господь, и запечатлеваю это движение Духа Святого. Во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал, аминь, аминь, слава Иисусу. Друзья, верую, я принимаю, что что-то в духовном мире произошло, и это можно чувствовать, но, знаете, я верю, что пройдет время, и вы вспомните, да, о чем была речь сегодня, краски или свет. Если кто-то спросит тебя завтра, о чем вчера была речь, ты скажешь, но мы принимали решение, кем мы будем, красками или светом. Друзья, это актуально для каждой домашней группы. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, спасибо, пастор Павел. Братья и сестры, присядьте. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы действительно запомнили это слово. Потому что Бог дал для нас потрясающую силу общения. Потому что, когда два или три из нас, мы собираемся ради Иисуса, наша цель нашей общности, мы приходим, чтобы служить друг другу. Даже, когда мы не нравимся друг другу. Мы с вами в это время начинаем сиять. Без этого света земля будет во тьме. Но я сегодня хочу провозгласить, что церковь, свет Евангелия, она будет, она есть, она будет умножаться, чтобы быть светом. В первую очередь, через наше общение. Благослови вас Господь. Брат Вадим, пожалуйста, пригласит нас еще к одному служению. И, братья Вадим, он также пригласит нас в другую часть нашего служения. У нас сейчас время добровольных пожертвований. И сейчас мы будем делать время, когда мы собираемся нашу услуги. Мы будем пожаловать, чтобы послали, чтобы пришли. Одна из мыслей, о которой сказал пастор сегодня вечером, в контексте того, что мы будем сегодня делать сейчас, это он сказал так, что если я своими словами, если вы хотите иметь духовную жизнь, духовное рвение по отношению к Богу, то нужно отдавать, then you have to give. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Доброход надающего любит Бог. God loves a cheerful giver. Сегодня, когда сейчас вы уже, уже многие делают это, еще кто-то не сделал. As many of you are already participating, and others are still waiting to. Обратите внимание на расположение своего сердца. Насколько мы это свободно делаем, желанием, естественно, не с принуждением, Господь так возлюбил мир, что Он отдал Сына Своего. И Иисус Христос отдал Свою жизнь за нас. И притом Он сказал, что Его никто не заставлял, Его никто не принуждал. Он делал это не с огорчением и не с болью. Поэтому благослови нас, Господь, всех. Пусть Ему за все будет слава. Сейчас есть еще у нас объявление. Сестра Элла, пожалуйста, мы приглашаем. Слава Богу, Церковь! Перед тем, как мы будем заканчивать наше служение, пару объявлений. Я знаю, что мы все покрепились духовно сейчас. И мы хотим теперь общаться еще больше после этой проповеди. И мы хотим это продолжать и на нашем церковном бакьярде. Мы приготовили угощение, чай, кофе. Чтобы мы могли, вы и я, и мы имели возможность посвятить все больше друг другу. То, что просим после служения оставаться общаться на бакьярде. Завтра служение начинается в семь часов. Но мы знаем, что многие из вас будут ехать сразу с работой. Не заезжайте домой. Приезжайте раньше в церковь на шесть часов. Потому что мы хотим подкрепить вашу плоть перед служением. Будет общение, чай, кофе. На шесть часов завтра. А также мы приготовили что-то еще для каждого. Если вы хотите. Если вы подойдете в фойе на мою левую сторону, на ваше правое. Мы сделали футболки и кофты. Если вы хотите купить и провозглашать расширение Царства Божьего. И ходить и быть этим светом. То, что мы вас приглашаем туда подойти так же. И мы подводим служение к концу. Если можем все подняться. И... Дорогой Господь, спасибо тебе большое за твою любовь и за твою милость, Господь. Спасибо, что ты хочешь дальше возвращать нас, Господь. Ты хочешь поднимать нас, Господь. Спасибо тебе за это слово, Господь. Спасибо тебе, Дух Святой, что ты здесь, на этом месте. Что ты меняешь нас, Господь. Спасибо тебе, Сос. Jesus, we just give you all honor and all glory, Jesus. Thank you for feeding us, Father God, right now with your word, Lord Jesus. I pray, Lord, that this word, Father, will bear many fruits, Lord Jesus. That we will walk and be the light everywhere that we go, Father God. I just pray, bless the following fellowship that we're gonna have tomorrow's service, Father God. I pray, bless everybody and let them go in peace, Father God. In your name we pray, amen. Друзья, я думаю, что одно объявление Элла упустила. Завтра мы хотим иметь для лидеров в два часа еще одно общение. Поэтому если вы служитель или ответственен за какое-то служение, или служите на сцене как группа пославления, мы приглашаем вас на два часа. Мы хотим служить друг другу. С нами также будет Марк Табс. И мы будем иметь, я думаю, прекрасное время. Бог да благословит вас. Поэтому приглашаем вас еще раз всех на общение. Я приглашаю вас. Я приглашаю вас. В Продолжение следует...